Как бы он не возвышался, или, скажем, его степень как бы не стал высшим, все равно он не может быть непогрешимым. Ибо он не может быть освобожден от ошибок и от промаха. Это из природы и враждебные качества человека. Как хорошо говорит имам Малик, где он говорит Любого человека из его слова берется и отвергается илля сахиба хадал кавр за исключением, за исключением, значит, которого находится в этой могиле, то есть он указывает, имеется ввиду, пророка саллаллаху алейхи ва аля алихи ва салям. Корректор Аляхи Игра 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 «Кто есть, который, значит, все его враждебное качество было всем доволен». Или всем удовлетворял бы. Такого нет. Достаточно человеку такое благородство, когда его ошибку можно посчитать. Имеется в виду Баракаллафикум, это есть довод о том, что когда у человека есть ошибки, можно посчитать пальцами, например, это в этом ошибка, в том ошибка, в этом ошибка. Это благородный человек, понимаете, Баракаллафикум. Проблема в том, что есть такие люди, которые их ошибки вообще невозможно считать. Понимаете? Они больше ошибаются. Проблема в таких людей. Иначе без ошибок никто не может быть. Баракаллафикум говорит, «Кто есть, который он вообще не погрешил». А кто есть, который он только занимался хорошими делами, от него не произошло какие-то плохие поступки. То есть, если ты найдешь какую-то ошибку, то надо, значит, покрывать его. То есть, редко бывает у кого нет ошибок, тем более он, когда его степень становится возвышенным. Баракаллафикум говорит, «Кто не может найти человека, который он, значит, не имел бы какой-то недостаток, какой бы этот воспитанный человек не был бы». Она говорит, «Но достаточно, что наши ученые воистину они соблюдали или расследовали истину». То есть, им достаточно, что, если они даже в чем-то ошиблись, это ничтожно мелочью считается. Или редко бывает, который, например, задеял бы, значит, или оскорблял бы их честь. Поэтому остерегайся поручить, значит, имамов религии.